В Павлодарской области продолжают активно готовиться к паводкам. Сегодня ДЧС, военные, волонтеры и другие службы приняли участие в республиканских учениях КОКТЕМ-2023. Подробнее в сюжете Артура Полякова. Первую очередь ДЧС совместно с местными властями провели заседание, на котором оценили готовность к паводкам, а также количество личного состава и техники. В соответствии с планом мероприятия по подготовке к паводковому периоду, в министерстве по чрезвычайным ситуациям в стране проводятся учения, республиканские команды штабные учения КОКТЕМ-2023. Основной целью этих учений – это проверка готовности сил и средств к проведению паводка. Сразу после заседания комиссия по предотвращению чрезвычайных ситуаций отправилась на место проведения учений в село Кинжиколь. Там участникам сборов поставили задачи – кто-то расчищал снег и откачивал воду. Военные, например, выстраивали препятствия, чтобы вода не затопила деревню. Личный состав 2-го предотвращения поставили задачу совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций по предотвращению затопа деревни. То есть мы принимаем участие. Нашему личному составу поставили задачу огородить предварительно место затопления мешками, то есть предупредить затопление деревни. На учениях также побывали волонтеры из общества «Красного полумесяца». Они отрабатывали действия по эвакуации населения и оказанию первой помощи замерзающим людям. Наша задача в рамках данных учений состояла в том, чтобы организовать пункт обогрева, помочь в подворовом обходе среди населения, также помощь при эвакуации условно пострадавшего населения. В принципе, в целом задача была выполнена, команда справилась. Но есть, конечно, нюансы, над которыми мы будем дальше работать. По результатам прошлых лет в области определили 43 населенных пункта, которые подвержены подтоплению. Из них 16 – талыми водами, 17 – при разливе реки Иртыш, еще два – при разрушении гидротехнических сооружений. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, паводкового периода и последствий в области создана группировка сил и средств. Это 1702 человека, 660 единиц техники. Из них также 198 откачивающих техник, это мотопомпы, 48 единиц плавательных средств. В принципе, область для ликвидации паводковой ситуации готова. Стоит отметить, что подобные учения проводят по всей стране. В Павлодарской области на сборы привлекли более 250 единиц техники и порядка 580 человек личного состава. Артур Поляков, Алексей Мехедов, Ертысакпарат.